это около 60 баксов даже больше 70 или 80 баксов будем надеяться на выпадение драгон лора или что-нибудь такого там за 500 долларов за 300 долларов так что не расходитесь наш бабушек так сейчас секунду пока запустишь кого не пикнут я свернусь в скайп написать так играют у нас не понял не понял а как так получилось что у нас три игрока в игре я случайно мискликнул тут конференции этого дома кто у нас леоны тёма почему у нас три леона один любого он хостил игру и он будет стоять на базе вроде как это легально он как бот понял а ну вместо компьютера да прииграл получается да он хост нейтральный у них мы скрафтим драгон лор мы все умеем там у нас есть чувак у которого есть все мы реально надеяться на стриме и готов крафтить драгон лор на сколько дорогой так вы думали на сколько дорого это ага и что это такое вообще это а в п а э прямо с завода он стоит около 400 вроде баксов но европейский стример и почему то писали на стриме что он стоит две и народ прям за него там аж ротаж устроили А какие у вас крафтки делают? Сколько динамика? А там крафтится из десяти, вы уже вроде Более низкого качества такого На ранг ниже качества Но это как в МОБа 2, там типа есть же Легендари, да, сам максимальный, или какой? Ну там, нет, там разно много уровней сейчас сдаваться Ну короче, вот максимальный уровень берешь от него один отнимаешь и крафтишь Там же тоже были свитки и какие-то Можешь купить какой-то трэшечок на уровень ниже из десяти трэшечков, скрафтить это Ну трэшечок на уровень ниже стоит прилично Просто в МОБа 2 там на каждом уровне предметов есть какие-то трэшечки по 5 центов Неважно там Мортал, Мистикал, Деджиндер, такие шмотки можно найти Ну да, там даже рарки, насколько я помню, они есть по 10 центов, а есть рарки там по доллару, по 2 доллара Разные Тем более скажу, есть рарки по 7 баксов У меня как-то, у меня раньше были рарки, я все сразу продал Ну либо на Dota 2 Lounge проиграл Спалили эту МОБу 2 игру И как ты проиграл, я тоже спалил Не, ну я рарки поиграл, а комонок и анкомонок кучу поднял, у меня их тут 200 штук вроде Девать их некуда Но на КС у меня винрейт хороший, 70% где-то Завязал пока со ставочками на Dota 2 Lounge Ну да, там на крупных турнирах все непредсказуемо, с эти NAVI что-то подводят и сейчас опять NAVI выиграли какой-то слот там в Китай Странные вещи творятся У меня знакомый буквально 3 дня назад За заядлый ставочник поднял с 20 долларов 100 и на следующий же день проиграл этих Проигрался, да Ну и я также когда на GAMIC BETSE ставил, типа поднимал нормальную сумму, уже думал, все, поставлю-ка на этих, на этих Я уверен, что они выиграют и они не выиграют В рублях Dragon Lore стоит 70 тысяч рублей, я видел, минимальная сумма, а не 22 Только я не знаю, где его видел, вроде на CSGO Lounge кто-то выставлял Тем временем у нас Леоны, 3-1, 8-5, XTRO выигрывает С одинаковым количеством маны, по чуть-чуть друг друга поотсасывали Стик есть у интеллигента Ну, я помню, играл на Witch Slayer даже в хоне И не качал моно-дрейн, по-моему, я А, нет, наоборот, мой оппонент не качал моно-дрейн, я качал, он качал Хеккс, но я его просто 1-левел на BC под раньше и застрелил его Ну тут, мне кажется, такая же история будет, подкоп и ульт, всё Ман уже пойдет, да, маны должно хватать Хотя, может, они ирачи инициируют Ходят, подкапывают друг друга Тут, да, обидно, что нельзя посмотреть, всё-таки, в каком уровне моно-дрейн Вот, вот сейчас ошибка, надо было копать Под крипами Маны-то куча, почему не покупал На самом деле, если смотреть по XP, то там тоже почти всё вровень Немножко выигрывает сейчас Строу Ну, у него 9 динаев Сейчас, в принципе, с этой пачки-то он не получит, не больше опыта Там 6-й уровень Бывают такие случаи, когда даже подкоп не нужен, просто он будет нажать King of Death и всё Импейл лв. 3 Я так понял, Леон, если это сейчас он несет себе башмак, да, это у него будет трампил бутс у Икстрова, и он начнет регениться, когда он убьет Задали, да, бутинчик? Ммм, новенький который Ну, вот зелёный, не то, что он новенький был, но... Ну, для меня новенький, я ушёл, когда его, наверное, только добавили Хотя, я как-то год назад заходил, играл в Mob2 И я играл, вроде там, типа, для себя квест сделал на Рубике 20 или 30 игр сыграл И... понял я, по своему винрейту, что... лучше не играть в эту игру Пфу, чё... Я даже себе там посох так проапгрейдил Ну да, мне вот, Рубик, было интереснее то, что... Можешь использовать любой скил, типа... Как рандомный герой, считай, тебе Как контрпик Энигмы, считается И Type Hunter, ну... Ну, я заметил, что если я даже фирспиком пикал Рубика, против меня иногда пикали Энигму Зачем? Вот, сейчас какой-то такой въезд... Нет, маны на улице не хватает, а вот сейчас... Или он не интеллигент, а Б это чистой уровень, у него полная мана, он правильно запасся Ой, лол, что-то он немного зафырил Ну, я понял, он хотел сейчас добить три пайта в МПЛ, он застанет одновременно, и он не получит чистый левел Он не попал, сейчас давай его не получил Все прошло криво Так, у Икстрова не хватит маны, например, сейчас И интеллигент должен это посмотреть и воспользоваться этим Прямо сейчас, он еще и купил себе Белто Джиант Стрэндж 929 хп Против 700, вот сейчас надо бежать, стан по земле Умеет кастовать? Или ульт? Нет Чё это он? Не надо ультовать, не надо ультовать Воздержался, да, но почему-то потом побежал Это типа он подумал, нет, я не ультанул А давай-ка побегу ультану и Передумал Вот, сейчас я бы на месте интеллигента просто зашел на вражеский хайграунд И стоял там, вот он примерно тоже и делает Да, все Надо отпушивать Тиню, он почему-то ее пушит, надо отпушивать Вот он, странно Как-то он сконцентрирован на вражеских хрибах больше Седьмой уровень, тем временем, у дрова Надо как-то ману не пасать Но это уже опасно Вот, сейчас Это должно быть Да Мы очень неаккуратно отыграли Строу Интеллигент отправляем Поздравляю Ну, поздравляю с праздником Продолжение следует